Субтитры подогнал «Симон» У нас же вся программа сохранена. Мы можем сделать так точно, что все, что пристроить к нему, будет миллиметр в миллиметр подходить. Наши коллеги вам понравились, этот компания. Мы знаем, кто это, откуда. Если бы это они победят, нам не стыдно. Слава тебе, Господи, что у заказчика появился выбор. Тем более деревянный дом не каменный. Там надо уметь. Цена ошибки высокая. Дом сделан еще руками. То есть это не автоматизированный дом. То есть вы выпиливали брус вместе? Брус выпиливали вручную на месте. У меня тогда еще не было завода. Ну смотрите, что получилось. Мы проехали за три дня и посмотрели 4 или 5 домов. Точнее, включая два ваших. Один посмотрели, который строили. Это один из лучших проектов. Ну мне все очень понравилось. Но брус по определенным техническим объяснимым моментам в некоторых местах чуть рассохся. Но не критично. Потому что это эркеры. Там давление меньше, как нам она потом сама. Да не в этом проблеме. Это не говорит о том, что они плохо или хорошо делают. Нет оборудования, которое могло бы эркер вставить в стены посредством ласточкиных хвоста. Вот здесь вот делается вот такое соединение. А, все. Два конуса. Да, вы объясняли. Туда и туда. У них этого нет оборудования. Поэтому они берут, делают такой огромный проем в стене. И посредством металлических пластин начинают крепить. И получается, что вот эти брусья, все брусья через половинку стоят. А эти один на одну. И поэтому усадка вот этой части и усадка части эркера абсолютно. И плюс внутри стоят столбы. Поэтому оборудование, которое только у нас есть. Сложное, которое можно сделать это тоже. Второй дом мы смотрели у ребят. Хороший компонент. Да, они сами сказали, что мы строим дешевле. Мы не Паликс, мы не ***. Нам очень понравилось отношение их. Но с другой стороны, я считаю, что человек профессиональный должен в чем-то убеждать своего клиента, а не идти у него на поводу. И второе, значит, нам не понравилось, что в дом еще люди не ехали, еще и отделка идет, там уже такие вот щели. А ваши дома, они как будто вчера были все поставлены. Ну, глобально. Даже Виктора Николаевича, собственно говоря. Дом у нас вообще ничего не устрашивает. 13 лет? 13, да. Я уже думаю, что дома 10 лет для дома из дерева это ничего. То есть я сейчас начну спрашивать, как хорошо их живется. Во-первых, про толщину вы спрашивали. Да, первое дело. Да и как? Понял, что 22 и 18 разница небольшая. Нулевая. Ну да. А самое главное, наверное, как он сложен. Если он сложен хорошо. В цене разница будет. Нет, ну просто если он сложен хорошо, то все равно. Он не будет теплопотеть. Из минусов, вы знаете, что сказали? Что если труба из кухни, канализационная, далеко находится от самой канализации, то хорошо было бы делать между ней возможность доступа. Или большую трубу. Она засоряется часто. Ну, может быть, да. У нее была, у нее высохла резинка, высохла и подкапывала. Ну, такая чудеса же не бывает. Он рассказывает, как. Мы так создали. Хорошо, понимаете, у нас все потолки разборные. А это очень удобно с точки зрения, все там как бы поменяли, этот кронштейн, да, этот трубы. И опять собрали. Все заняло там, чашку чая выпить не успели. А, под полом вылетел. Он сказал, у него либо уклон маленький. Там полтора градуса. Нельзя ни больше, ни меньше. Объясню, в чем. Потому что если у вас больше, у вас вода успевает уйти. А все старые. От твердой фракции остаются. Если меньше, ничего не ходит. Вот есть святая полтора градуса. Тогда у вас и вода течет, и успевает за собой подтянуть. Здесь не в этом. Нужно периодически загонять туда отжированные. Ну вот они и делают эту штуку. Да, вот штука отжирования. Потому что, можете представить, у вас зал, да, и у вас где-то люк открываете. Ну это полная хрень. Промывочная хата. Ну вот. Они же не забил. Не, могу вам сказать, что есть специальный, вызывает службу. У нас есть эти штуки в стояках. Там доступ. Опускает туда робота такого специального, да. И он там туда-сюда-туда сходил, вытащил и все. Почему мы, например, вот эти применяем, да, там, отопление? Потому что у нас были ситуации, когда отопление было уже перегрето паршу, да. Вот эта вот верхняя вздулась. Был дом, где все замерзло. Все. Канализация, все горшки поменяли. Мои трубы, лучше, конечно, применять трубы немецкие, чугунные, да, они эмалированы. В ними ничего не цепляется. Но стоит это безумно денег. Хотя мы проводим внутри трубу ни кори, ни серую, ни оранжевую, там тоже лучше этот самый. Свет оранжевый? Ну, а есть цвет разной трубы. Оранжевая труба это для прокладки в места, где закапывают. Где просто закопал и нет доступа. Там у нее другое пластикает, там по-другому прилипает, там и так далее. Вот эти все нюансы, которые как надо, как не надо. Вот мы сейчас человеку делаем дом, он где-то начитался литературой, говорит, не поставьте мне батареи, чтобы было вот так. Вы знаете, там много. На 700 тысяч увеличилась система отопления. Я знаю точно, что все, что мы сделали, хватит. Нет, сделай так. Мы сделали 700 тысяч увеличилось, в месяца три, там, ладно, заплатил. Я вам говорю, помяните мое слово, 2 трети батареи работать не будут, вы их выключите. Деревянно. Александр, мы в принципе, что хотели перед тем, как начнем работать с домом, единственное, что у вас спросить? Мы хотели с договором. Если у вас есть версии вашего, которые вам удобны, да, и они не противоречат нашим интересам и закрепляют в ваших ресторанах. Ну вот не сошлись мы с вами характерами, да? Мы вернем. Это вернули. Вот это вот раз вернули, и второй вернули, когда брус. Потому что брус без вас нам тоже не нужен. Нет, смотрите, вы имеете в виду вернуть за брус деньги? Да. Это мы подпишем соглашение, ради бога. Почему это делается так? Объясню. Вы же про сроки спрашивали, да? Когда человек хочет попасть в сезон, я говорю, давайте так, вот мы сейчас с вами считаем. Для того, чтобы упростить ситуацию, я ей говорю, хотите, покупайте брус сейчас. Если вы придете, скажете, Саша, ты знаешь, не ты не понравился, я вообще передумал. Мы вернем деньги, мы это пишем. С момента, пока мы с вами сейчас начнем проектировать и заключим договор на подряд, пройдет такое количество времени. Мы заключили договор на подряд, и потом начинаем покупать брус, это мы с вами идем в осень глухую. Можете забрать деньги в любом случае. Вот это надо нам описать. Брус, такая же ерунда. То есть брус купили, потом что-то нас, ну, разругались мы с вами, брус продали вам обратно. Мы делаем проект, пока он вам не понравится. Даже если он готов, мы сделали вам макет. И вы посидели, думали, посмотрели, и вот не легло. Мы с нуля начали. А сколько у вас максимально вы рассказывали нам срок подтверждения? На проект, ну, вы знаете, все от нас с вами зависит. А в среднем, вот чтобы начать уже работать, закончить с вами, ну, месяц. Ну, нормально. Месяц. Знаете, почему вы к вам пришли? Не потому, что вы, может быть, лучше строите, чем у нас. Может, чай у нас лучше. Чай у вас лучше. Потому что мы как раз хотели, чтобы на нас немножко поддавлены, в хорошем смысле. Потому что мы можем нас фантазировать такого, чтобы на кремах поддавлены. Ну, это вы к нам пришли, да. То есть мы не стесняемся приходить с новым клиентом на дом, третьему клиенту, с клиентом существующим. То есть собрать их все в кучу. Она говорит, а, да-да-да-да, мечтайте, мечтайте. Вы думаете об этом, а будете вы делать, как он сказал. Я говорю, анастасия, а вам что-то не так? Мы как раз были на доме, вот где вы были. Не устраивает что-то? Он говорит, да нет, меня не устраивает. А еще я вам хотел, кстати, вопрос задать, вот именно под камерой, и мы закончим. Вот расскажите, пожалуйста, какой был путь к деревянному дому? Вот мне интересно. Это всех интересует. Наверное, каждый по-своему должен сказать в данном случае. Настя, начинай ты. А, ну, я вообще дерево очень люблю. Я сама в нем уговариваюсь. У нее муж деревянный, а она хочет деревянный дом. Нет, ну тогда надо на контрасте, наоборот. Дерево, живой материал, не знаю, я вся с ним дружила. Я никогда не хотела с каменного дома. Единственное, что, чего я боялась всегда деревянного дома, и сейчас не до конца как-то слишком много дерева, его нужно тогда цветами играть. Ну, эффект посылочного ящика, знаете, такой, что-то отсутствует. Да, да. Вот вы были в двух домах крашеные и не крашеные, да? Все-таки современные дома, которые вот отбелены, они так смотрятся поинтереснее. Да, ну, для меня важен контраст цветов. Вот, если он есть внутри дома, то это уже классно. Ну, это вы уже будете сами говорить. У меня три причины. Первая причина – это сочетание традиций, ну, все-таки русских так назовем, условно, да? То есть, все-таки деревянные дома. И современность. Это первое. Второе – это ландшафт, где мы будем строить дом. Потому что, если мы строим на юге, я бы, может быть, задумывался, например, о строительстве каменного дома. Ну, образно говоря, из какого-то камня. Вот, а поскольку мы строим на севере, то это, опять же, аутентично строить из дерева. Вот, и в-третьих, дерево, как правильно сказала Настя, оно живое. Вот, точно. Что-то есть. Вот, какая-то есть штука. Потому что у меня был друг, построил каменный дом. Офигенно. Вот, уверяюсь. Ну, просто что-то. Я как строитель, могу сказать, архитектура, внутреннее пространство, как это там все делать. Приехали в гости с женой. Говорит, слушай, может, построим каменный дом? Он говорит, дерево, 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 дерево. Ну, давай, может, построим. Легись в память, просыпаемся, башка вот такая. Она говорит, нет, поехали домой. Да, у него, в смысле, сначала. Дома все по-другому. Давай для начала замерим, сколько тут пояса стоит у меня. 15 метров 30 сантиметров. 13-200 метров, 14-200. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Скажите мне, пожалуйста, на память, вам понравилось, не понравилось? Правду матку лепить? Боюсь сгладить. Вот на этом этапе. Проект, материал, что вам нравится? Я очень доволен, я очень доволен, что мы его построили из бруса, очень доволен, что мы его построили с палексом. Я просто знаю случаи, когда их строили, такие дома, не с палексом, давайте так разделим, да, на две категории. Это, конечно... Ну, рекламу не надо. Меня интересует всегда... У меня, по этой игре, нет, мне нравится то, что мы здесь ощущаем себя органично, при том, что мы, в общем-то, пока в нем гости. Ну, вам легче стало, когда вот стены встали? Да. А то, знаете, деньги платишь, платишь, а куда плашь. Как говорится, я доволен. То есть, так как я принял участие непосредственно в этом процессе. Второй этаж будет очень симпатичный, насчет, конечно, вот этих окон внутренних. Это хорошее решение. Да. И надо их сделать, чтобы они открывались. Чтобы сделать французский балкон. Балкон, балкон, да. Да, я вам советую, я вам советую, да, сделать... Есть такие горшки с двойным дном, чтобы вы не поливали. Литров 20 воды заливается, такие длинные. У меня как бы внизу вода, а сверху грунт. И он постепенно начинает этот воду сосать. И будет такой вид, такого, знаете, внутреннего двора. И я бы, честно говоря, вот эту идею внутреннего двора продлил бы на полу. Там будет стенка. Лестница винтовая будет прикольная. Камин вот этот вот вставленный будет очень прикольный. Сосны. Лучше сосен могут быть только много сосен. Вопрос. А если мы будем рассматривать установку увлажнительной, куда она вообще будет ставиться и каким образом она намплантирована? Она будет ставиться в системе, где у нас стоит все оборудование, тепловой пункт, да? Это небольшой ящик, и там тонкие трубки будут идти. Они вот в одном месте выведут. Вам две форсунки надо, больше не надо. А, то есть нам не надо будет мудрить. Нет, вот, одна, вторая, достаточно. Смотрите, как в окне. Обратите внимание, да, вот, подойдите сюда. Они, кстати, не, да, сосна. Смотрите, сосна и такой голубой свет такой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова